Приветствую любителей Москвы, продолжаем знакомиться со станциями Некрасовской ветки, это станция Косино. Ну и естественно, как видите, станция Хайтекова, но здесь уже одна привычная платформа, островная, и приезжает поезда на другую сторону. Интересно, что платформа, вернее станция, станция метро находится в районе Выхина-Жулейбина, ну по сути дела в Жулейбина, потому что Выхина это совсем другое, это по другую сторону МКАДа, это соответственно за МКАДом уже. Вот, ну, а называется Косино, вот Жулейбина находится, а называется Косино. Ну, стальные колонны, да, с алюминия, стены панельные тоже разноцветные, тут и желтый, и белый, и серый, вот тоже. Ну, как видите, станция совершенно ни о чем в плане там какого-то декоративного оформления, да и называется Косино хотя бы Жулейбина, да. Ну, правда, через железную дорогу по другую сторону находится действительно район Косино Ухтомский, но это уже все-таки надо еще до него дойти, там через железную дорогу, еще перейти по мосту. Ну, короче, это все. Вот видите, на потолке там как бы какая-то такая вот, какие-то треугольнички там, да, и вот эти все, так сказать, освещения, оно как бы, ну, предполагает, что это какие-то блики на воде, то есть в Косинских озерах. Да, опять же, в Косинских озерах, которые, кстати, до которых сейчас отсюда надо идти километра два, наверное. Ну, в общем, скажем так, и это вроде как мерцание воды в Косинских озерах, ну, короче говоря, ужас-ужас. Не умеет сейчас ничего делать, сейчас сплошная абстракция, вот, и бескусится. Вот, ну, и рядом находится вот платформа Косино, да, вот исчезает вот пешеходный мост, вот это Жулейбинский проезд, Жулейбинская улица, здесь же остатки деревни Жулейбина, подмосковный. Счезает мост, вот можно туда перейти, соответственно, в район Косино Ухтомский. И тут, видите, по железной дороге, здесь платформа Косино находится, я о ней не так давно рассказывал, она, кстати, была открыта задолго, задолго до того, как эта метро открылась. И вообще Жулейбин, этот нынешний район появился в 90-х годах, она была открыта еще в 1894 году, то есть больше 120 лет назад, эта платформа, когда еще тут вовсю была Подмосковье, дачная жизнь. Вот, и вот эти достатки, вот эта деревня Жулейбина, пожалуй, является действительно, пожалуй, главной достопримечательностью около именно вот этой станции Косино. Ну, потому что все остальное интереса никакого не представляет. Там Ермонтовский проспект находится, ну, здесь просто вот обычно, так сказать, дорога к железнодорожной платформе Косино, вот, ну, а дальше, соответственно, там, то есть можно от метро, вот здесь прям буквально, там, метров 200, да, и до платформы Казанского направления. Ну, о ней я вам более подробно рассказывал не так давно, да. А по другой стороне, там просто находятся жилые кварталы, жилые микрорайона Жулейбина, новые кварталы, построены многоэтажки, там 17-этажные, там 14-этажные, ну, и так далее. То есть, эти обычные дома, стандартные, панельные, которые были построены в 390-е годы при Лужкове. Жулейбина застрялась при Лужкове, практически полностью, ну, и там такие довольно плотные застройки. А вот это еще остатки деревни, вот, Жулейбина, которая тут была, скажем так, из-за памятных времен, и вот это и вот сейчас остатки. Вот это вот, так называемый, центр персонала станции Косино, вот она, станция Косино, как раз единственный вход здесь из нее. Ну, и другой пока закрыт, ну, в общем, может потом. Вот, еще, кстати, пересадка, да, эта станция была открыта в 2020 году, я не сказал, да, вот, ну, тогда же, когда и вся вот эта, по сути, некрасовская ветка. Вообще вся станция, ну, фактически все станции открыли, да, вот, 2020 год. Вот здесь вход, выход, видите как. И здесь вот эта большая, такая, большая стройплощадка, где строится, так называемый, транспортно-пересадочный узел, который, опять же, здесь совершенно не нужен, но я так понимаю, что под эту марку здесь тоже хотят, типа, торгового центра сделать, как торгово-пересадочный узел, как сейчас совершенно справедливо называют люди, эти транспортно-пересадочные узлы. Вот, ну, что-то там строительство как-то совершенно никак не идет, прям, совсем туго, вот, эту площадку уже несколько лет огородили, и что-то никак там пока дело не идет. Вот, эту станцию, кстати, очень так долго строили, ее еще хотели открыть в 2016 году, потом перестали на 2018, потом на 2019 год, а открыли в итоге только в 2020 году. Долго строили, что-то все там, какие-то проблемы были, аварийные перегоны, что-то при испытаниях, ну, в общем, что-то там все как-то не клеилось. Ну, вот, в 2020 году все-таки открыли. Вот, и вот он, Ермонтовский проспект, да, и вот эти остатки деревни, которые постепенно сносят, они, прям, видите, там все волны, они домики, там немножко видно, ну, можно туда дальше немножко пройтись, там чуть-чуть, в общем-то. Там уже осталось, ну, буквально, может, там десяток домиков, ну, может, 15, да, где-то так, вот, их постепенно сносят, эти дома, вот, ну, так, потихонечку, так сказать, как это, хвост обрубают, да, там кошки, ну, скажем так, это постепенно, так, вот, кстати, уже снесли часть остатков деревни, прямо вот здесь, где ТПУ строят, вот, эта станция, она же построена на месте частных домов, вот этих деревянных, тоже они тут стояли, вот, их снесли, вот, построили часть метро, там, ну, а часть вот это огородили, вот эту здоровую площадку, видите, там, вот, и вот в таком состоянии все находится уже довольно долгое время, несколько лет уже все это, примерно так вот, ну, что-то, не знаю, видимо, денег нет, ну, одно и то, уж все денег, видимо, не дают на строительство, ну, а без денег тоже будет строить, не хватает, ну, тем более сейчас такое время, не знаю, достроят ли вообще когда-нибудь этот ТПУ, да, ну, просто здесь не нужно, можно, надо все это убрать и, ну, сделать хоть что-то подобие, хоть какого-то сквера, я не знаю, ну, хоть что-нибудь такого, чтобы хоть какое-то пространство открыто, чтобы люди могли действительно хоть продышаться, потому что здесь действительно, вот, вот он, Ермонтовский проспект, туда дальше вот МКАД, прям совсем рядышком тут находится, буквально рукой падает, ну, а дальше туда уже, в сторону Люберец, город Люберца, соответственно, Московская область уже, вот, и вот эти вот такие вот домами, ну, примерно таким, плюс-минус, там, да, вот застроены, фактически все жулибино, 90-е годы, как начали тогда вначале 90-х строить, так, в общем-то, и, по сути, до конца 90-х так и строили, ну, здесь просто такая подъездная дорога, здесь еще, ну, газоны, естественно, все, как вы видите, убитые, все, пустыня, по сути дела, конечно, раньше, плитка, понятно, тоже, вот, и большой, вот, этот Лермонтовский проспект, вот, единственное, что здесь можно отметить, но я уже говорил об этом, это вот, это вот остатки еще деревни, которые пока еще есть, еще что-то можно посмотреть, хоть что-то такого красивого, интересного, старого, вот здесь вот, да, сохранилось, потому что, скорее всего, скоро уже этого ничего не будет, вот, на моих глазах, там, один дом снесли, ну, короче, тут постепенно все это потихонечку сносится, что-то забрасывается, потом тоже сносится и так далее, ну, а здесь, по той стороне, там, совершенно ничего интересного, дома, магазины, торговые центры, все, все как обычно, вот, и туда, вот, в сторону метро Лермонтовский проспект, все, до новых встреч!